bluetooth наушники от компании ugreen хайтюн x6 это новая модель которая недавно появилась всем привет сегодня чем обзоре покажу вам вот такие вот научите начнем конечно с распаковки потом уже дальше будем тестировать и подробно рассказывать давайте распакуем посмотрим что это за наушники как видите оставляется данной данные наушники в оригинальной упаковке если вы покупаете не в таком не в такой упаковке значит вы покупаете где-то в чужом магазине не официальном официальный магазин всегда отправляет в таком кулечке правда единственный минус что они вот просто кулечек кладут никакой пупырки и тому подобное чтобы смягчить например ну по крайней мере товар пришел целым не поврежденного тоже хорошо как всегда какие-то бумажки еще кладут я уже у них покупаю довольно часто разные кабеля разные зарядки очень классная фирма надежная что самое интересное запечатанная упаковка идет ugreen x6 хайтюн bluetooth наушники здесь что имеется так давайте вообще распакую покажу уже более подробно так снял упаковочку эту приму что нормально посмотреть на их характеристики этих наушников в принципе подобно лучше здесь увидеть что здесь и как сами наушники довольно небольшие давайте откроем посмотрим здесь просто вебочка для того чтобы потянуть вытянуть открывается удобно презентабельно что как где какой наушник отвечает здесь все указано то есть инструкция прямо на коробке это хорошо сама база довольно крупная да довольно крупная довольно тяжелая кстати по сравнению с другими да кейс довольно крупный так давайте в сторонку тоже есть сразу запасные амбушюры амбушюры у нас идут в таком виде не в кулечке как часто бывает разного размера под разные уши третья собственно две пары запасных третья у нас на наушниках далее коробка у нас usb type-c кабель собственно наш кабель type-c usb современный нормальный кабель инструкция и наверное больше ничего нет куча макулатурки да стандартный комплект получается ничего лишнего все как обычно у других наушников макулатурка у нас на английском на русском тоже кстати тоже имеется можно почитать если кому нужно что-то в чем-то разобраться здесь все в картинках что как подключается как сопрягается как заряжается как где подключается я думаю разберетесь это тоже фокашную сторонку давайте так для объективности сейчас отключусь потестирую их какое-то время а потом уже подключусь через секунду и покажу как они работают что себе представляет в связи с этих кнопочкам и покажу как они работают да сами лучше очень маленькие точно маленькие ушки компактные симпатичные сразу защитой на контактах да подключаюсь и сейчас подключусь и так ребят потестировал эти носики уже три дня с ними хожу есть два момента которые мне вообще не нравится в этих наушниках но в целом наушниками очень даже доволен свои денег можно сказать стоит если вы покупаете по акции если вы покупаете где-то за 60 и больше долларов потому что в некоторые дни такая цена получается то это слишком дорогая цена их нужно покупать это за 48 и меньше долларов там по скидкам разным то тогда это еще очень хорошая цена в целом наушники неплохие как я сказал давайте по порядку по кейсу кейс довольно такой марки в принципе здесь вымазывается какие-то отпечатки тоже оставляет вроде нормально не выпадает наушники держатся нормально единственное что мне не нравится вот этот глянец он вообще мне не нравится это потому что отпечатки пальцев во первых оставляет во вторых он очень гладкий вот так сделано что достать наушники сложно то есть вот ухватить вот не люблю такие наушники когда ухватить нельзя то есть достали наушники дальше нормально здесь видите индикатор светится когда наушники заражаются или когда сбрасываются так сами наушники они выполнены очень таким интересным дизайном дизайн в принципе очень удобный в ухо легает очень приятно удобно но опять же не люблю такой дизайн потому что он выпадает из этого глянца но не удерживается в ухе у меня они не держатся почему-то в ухе это и есть тот недостаток о котором я говорю хотя стиль очень привлекательный как для кого может мне просто не везет у меня в ушах они плохо держатся заряжаются примерно около час двадцать где-то примерно полностью если посадить и зарядить их заново можно использовать по отдельности также в этих наушниках есть эффект памяти то есть вы слушаете какую-нибудь музычку достали из кейса то есть слушайте музыку поклали в кейс они выключили сами потом достали из кейса и они продолжают играть или там просто просто нажать play тоже будет продолжать играть даже когда вы выключили плеер с вашего смартфона здесь хороший шумодав тоже используется включить выключить можно шумодав отдельно сам кейс на 500 миллиампер в принципе довольно такой мощный хватает надолго то есть можно использовать около 26 часов прослушивая музыку примеров самих наушниках около 6 часов получается одного заряда хватает чуть меньше ну и плюс перезаряжать с кейса примерно по полтора часа тогда еще дальше можно слушать еще 6 часов недостаток что здесь нет aptx коды как сожалению то есть если у вас android устройство какое-нибудь то aptx кодек был бы кстати но у меня например подключается сейчас покажу подключается наушники юборин как видите в sbs кодеке в некоторых айси подключается это айфоновский кодек но sbs тоже неплохой кодек особенно если использовать эквалайзер какой-нибудь здесь стоит bluetooth 5.1 тоже что неплохо далее тут указано что имеется по три микрофона в каждом ухе то есть в целом 6 микрофонов не знаю насколько это так конкретно я проверял например при разговоре с женой своей например по смартфону сам разговорный микрофон находится только в левом ухе то есть в правом ухе нет микрофона если взять снять например левое ухо где-то в сторону отложить то в разговоре вас не слышно будет если же сделать наоборот то микрофон только в левом ухе находится правое просто можно слушать насколько хорошо слышно вас в наушниках ну например вы слышите как обычно хорошо собеседника но собеседник слышит вас но так себе можно сказать на 4 балла с 5 потому что например я в предыдущих наушниках показывалась и помните такие вот В предыдущем видео Здесь гораздо лучше звучат микрофоны То есть при разговоре вас гораздо лучше слышно Здесь слышно очень даже неплохо Но есть такой момент, где чуть-чуть тихо Где вы как будто в тряпочку говорите Сами наушники очень легкие, по 5 грамм То есть они реально очень легкие У них имеется влагозащита IPX5 5-го поколения В принципе у меня были такие наушники с 5-м поколением IPX, я их даже стирал случайно И при этом наушники даже еще умудрялись Дальше работать, то есть без проблем Дальше работали после стирки В стиральной машине По поводу игрового режима, здесь есть Игровой режим и обычный режим Переключается это все тоже наушниках Сейчас об этом тоже еще скажу Задержка около 50 миллисекунд В принципе почти не ощущается в игрушках Реально очень даже неплохо можно играть Давайте попробую я например Ключу кто-нибудь тест через YouTube И послушаем насколько они звучат Давайте стандартный наш тест Включим Вот этот Так видно не видно Хорошо видно И возьмем наушники поближе Чтобы было слышно Громкость по максимуму Я думаю вам слышно Это в обычном режиме Теперь давайте переключим Вигровой режим Для этого давайте я второе ухо возьму Чтобы было слышно Включился или нет Раз, два, три, четыре Не знаю, вряд ли вам было слышно Конечно на камеру Мне во второе ухо Когда я только что вставил Было слышно Что переключился геймерский режим То есть переключается Нормальный и геймерский режим По четыре раза клацания Еще раз попробуем Тот же тест к примеру Сейчас у нас геймерский включенный В принципе задержки практически нет Не ощущается вообще При просмотре видео Какого-нибудь в ютюбе При игрушках Когда вы включаете Какие-нибудь стрелянки Даже поиграть Вообще никаких проблем нет Все нормально работает Для обычных игр Так точно нормально работает Не знаю как в сетевые В сетевые Это нужно еще острый слух Иметь конкретно Чтобы это все чувствовать Но лично мне в принципе Было комфортно играть Далее Что еще могу сказать Давайте я по кликам скажу То есть Что еще не нравится мне Что здесь Один клик На наушники Это плей пауза Давайте я включу музычку Сразу чтобы проверять Например Включу какой-нибудь трек Сделаем звук по максимуму Так Слышно, не слышно Играет музычка Нажимаем один клик Это пауза Нажимаем еще раз Не сработало Вот Это плей пауза Вы поняли Нажимаем два раза Два раза на левом ухе Это уменьшить громкость На один Это уменьшить громкость Она видно, не видно будет Раз, два Уменьшить громкость На одно деление На правом ухе Увеличить громкость На одно деление Вы поняли Регулировать громкость Далее На три клика Подряд Раз, два, три Это переключить Трек назад Или вернуться к началу Если трек играет Уже какое-то время Но стандартно Это на левом ухе На правом ухе Три клика Это переключение треков Вперед Стандартно Далее Удерживать пару секунд Вы включаете Отключаете шумодав Что на левом Что на правом ухе Если удерживать Чуть дольше То есть Вы слышите сигнал Там идет Если два сигнала пропустили То тогда включается Голосовой ассистент То есть Вы поняли Если удерживать Около 10 секунд Наушник Выключается полностью То есть Включить Выключить наушник Можно таким способом Далее Если где-то Какой-то Рассинхрон Произошел Где-то Сопряжение Например наушников То есть Не в паре играет Или еще какая-то ошибка Ставите эти наушники Обратно В кейс Похвалив кейс И нажимаем кнопочку На кейсе И удерживаем Около 10 секунд Удерживаем Здесь Будет Происходить сигнал То есть Вы видите Что замигало Начало сопрягаться То есть Наушники Дальше сбросились До заводских Дальше можно использовать Обратно Стандартно И использовать Сопряжение Уже нормально Они сразу подключаются По технической части Я думаю Все рассказал Думаю Вы все поняли Мне не понравилось Как я сказал Это то что Глянцевые Вот это все Оформление В ушах Они у меня В принципе Лежат очень удобно Комфортно Реально очень комфортно Сидят Но просто Что выпадает Оно просто Слизко Слизко Как-то так В общем Не держится в ушах У меня Далее Из-за того что Мне не понравилось Опять же Это то что У них одно касание То есть Где-то ты Случайно Коснулся в ухо Там почесал Где-то в ухо Шапку поправил Там еще что-нибудь Включается Включается Пауза Пауза Плей Это как бы Не очень удобно Конечно я понимаю Что у них Здесь натыкана На каждый клик Практически что угодно И наверное Не было другой возможности Чтобы это все Поправить по другому Но говорю Как есть Просто Что как бы Неудобно То что Нет АПТХ Конечно Тоже можно назвать Минусом Но зато Играет хорошо По поводу звука Звучат они очень хорошо Здесь очень такой широкий Объемный бас Получается Бас здесь хороший Действительно Высокие частоты Тоже есть Но вот середина Какая-то вот она Проваленная что ли То есть Такие наушники Подходят Разве что Слушать для какой-то Попсы Электронной музыки То есть Ни в коем случае Не для металла Какого-нибудь Или рока Металл или рок На них слушать Очень как-то Некомфортно Потому что Середины здесь Как таковой Вообще не слышно Такая вот Какая-то каша Получается То есть Просто нужно конкретно Доставлять эквалайзер Выставлять конкретно И регулировать это все Но изначально Из коробки Можно использовать их Для любой другой музыки Кроме металла Рока То есть Для тяжелой музыки Реально Очень классно звучат Для какой-то Электронной музыки То есть Здесь Глубокий Такой объемный Бас Хороший получается По поводу стоимости Актуальную стоимость Можете посмотреть По ссылке под видео Где я их покупал Там же сможете Почитать более подробные Характеристики о них Более технически Например Это реально очень хороший Надежный бренд Можно покупать Рекомендую У них отличный товар Хорошего качества Реально могу рекомендовать Наушников там В принципе Есть на разную стоимость То есть Есть более бюджетные Есть более дорогие Вот эти например То есть Это не премиум класс Прям Для такой средней ценовой категории И бюджетный например Кто хочет подешевле Что-то купить То очень в принципе Достойные наушники Получаются Надеюсь Этим видео Я кому-то помог с выбором На этом тогда С вами будем прощаться До скорых встреч Подписывайтесь Как обычно Сайте пальцы вверх Пока